Его стиль игры подразумевает вот такие издержки, крайне неприятные. И очередной штрафной для ротора, и будет очередная подача, кажется, в исполнении всё того же Олега Олейника. Ткачук подходит к мячу. А, нет, да. Нет, да. Нет не Олейник, да Ткачук. И Саная что-то показывает, стоя в районе 11-метровой отметки. Ну, наверняка какая-то заготовка Волгоградской команды. Да, номер комбинации. Но пока Саная находится в офсайде, и сейчас к нему подошёл арбитр Анатолий Жапченко и что-то рассказывает. Я думаю, что Саная про существование офсайда всё-таки знал. Да, и я не видел ни разу, чтобы арбитр... Игорь! Открывается счёт у нашего отчета Симнинахов. Но, к сожалению, мяч не засчитан. Сейчас апеллирует к арбитру игроки ротора и побежали все к лайнсмену. Ну, можно, конечно, смотреть на него в Волгоградской. Здесь сложный эпизод с нашей точки, ну... Сложно было увидеть офсайд, не офсайд. Судим, и сейчас... И всё-таки гол! Всё-таки гол после долгих совещаний. Указывает на центр Жапченко. Да, сейчас уже... Сейчас уже... Футболисты Факел как эмоционально апеллируют к арбитру. Ну, нужно всё-таки поспокойнее быть. И действительно, посмотрите потом повторы, и вам всё станет ясно. Сложный эпизод для арбитра. Ну и... А кто коснулся мяча вот? Да, вроде бы Нинахов. И не даром он побежал праздновать. Саная просто махнул мимо, и можно сказать, что у него офсайд был не самый активный. Могут футболисты Факела сказать, что не был в пассивном офсайде. Да, и продолжаются споры. Я чувствую, сегодня будет много добавленных арбитром минут. Не в пассивном был офсайде Саная, возможно, по мнению игроков Факела. Потому что... Ну, всё-таки он навязывал, так скажем, борьбу. Но, с другой стороны... Ну, сложный момент, не знаю. Мне кажется, здесь чистый гол. Могут поклонники воронежской команды сказать, что нет. Саная всё-таки был в игре, и он мешал и защитникам, и голкиперу. Внимание на него также уделялось. И это... И этот офсайд... Ну, всё-таки гол засчитан на какой? Наверное, на 66-й минуте. Он отбадривает. Качук сегодня просто гиперактивен. Да, сегодня... Ну, один из претендентов на звание игрока матча. На самом деле, нужно отметить, что раскрылся Денис Ткачук. И это, конечно, радует. Да, после двух неудачных матчей. Многие его критиковали. Незрачно играл новобранец Ротера, перешедший из крыльев советов. Но сегодня претензий никаких нет. Подача Олег Галинька. Удар и гол! 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 Это... Поехали! Азарбарин! Игра команды! На 74-й минуте сейчас становится 2-0. Гол! И сейчас, конечно, оказывается весь стадион. За исключением из всех, кто-то где располагаются болельщики воронежского факела. Да, и чем-то был очень недоволен Станислав Бучнев. Хотя, чем он может быть недоволен, кроме действий собственных защитников. Уж нарушения правил здесь точно не было никакого. Чет 2-0. Ротер показывает, что с игры по-прежнему очень проблематично у волгоградцев в созидании. Зато со стандартов забивать могут. Игорь Менщиков наконец-то присел.